Омикрон в Курской области пока не зарегистрирован. На Дальтоштамп всё ещё остаётся. Роман Старовойт подчеркнул, что в случае роста числа заболевших в регионе будут вводиться новые ограничения. На самоизоляцию могут уйти люди без иммунной защиты, то есть те, кто не привился или не перенёс болезни ранее. Важно соблюдать эпитребования здесь и сейчас. Профильные комитеты возобновят проверки соблюдения действующих ограничений. Я прошу Андрея Викторовича Белостоцкого с коллегами, с комитетом по здравоохранению, с главврачами центральных районных больниц подготовить нам план действий по стресс-сценарию. Нам нужно с вами чётко понимать, как у нас будут работать поликлиники, ФАПы, скорая медицинская помощь. Поэтому необходимо составить графики работы с усилением. Нужно понимать, какие специалисты будут принимать, в какие часы. К плановой работе вернётся городская больница номер 6. Более полутора лет медики боролись здесь с ковидом. Сейчас лечебное учреждение закрыто на дезинфекцию. Беременных женщин теперь будут принимать в горбольнице номер 4. К работе готов инфекционный корпус. Пациентов туда пока не госпитализируют, но уже проводят исследования на современном оборудовании. Мы не знаем, как это будет протекать. В разных странах по-разному. Но мы подготовили разные сценарии, поэтому будем всё-таки надеяться на то, что мы будем уже максимально внимательны и будем принимать ограничительные мероприятия с опережением. В скором времени в регионе планируют проводить экспресс-тестирование на коронавирус всем пациентам с подозрением НОИРВИ и тем, кто живёт в квартире с больным. Тесты будут делать и медики скорой помощи, и участковые врачи. Деньги на это выделят из бюджета региона. Экспресс-тестирование уже ведётся. И сейчас скорая медицинская помощь экспресс-тесты уже делает при госпитализации пациентов. Но мы считаем, что нужно увеличить количество экспресс-тестирования, чтобы избежать максимального заражения и вовремя выявлять очаги. Также участники оперштаба откликнулись на просьбу родителей, школьников и педагогов. С сегодняшнего дня и до 28 января в регионе разрешены родительские собрания. Мероприятия пройдут с соблюдением масочного режима и в тех классах, где это необходимо. Ирина Громова, События дня.